Приветствую вас. Я думаю, что сначала вам крайне желательно разобраться в себе самой, что вы хотите. Вот, и для чего вам, собственно, семья, да? Вот. Зачем вам семья? Вот. Почему вы хотите семью, да? Это первое. Второе. А совершенно очевидно, что вы испытываете негативные эмоции. Это плохо. Вот. И то, что вы испытываете, это плохо. Вот. Но нужно, надо бы понять причину, вот, по которым вы чувствуете то, что чувствуете. Вот. Почему вы это ощущаете? Вот вы пишите, что он встречаетесь с мужчиной, да, а он не хочет законно оформлять отношения. Вот вы говорите, что я психую, да? Вот. Из-за чего вы психуете? Вот ключевой момент. Что мотивирует вас цеховать? Что вас напрягает ввес? здесь, что вас выводит из себя. С этим нужно разобраться, чтобы вы понимали свои эмоции, свои чувства, вот. Дальше, значит, были проблемы с его смс-флиртом, на данном мальчике слово, что больше такого не постарайтесь. Смотрите, какой момент. Значит, если мужчина был замечен во флирте, да, то ему что-то не хватает и, соответственно, нужно понять, что ему не хватает, а не просто требовать от него, чтобы он перестал писать кому-то другому, да, перестал смс-см, вот, такая вот история. То есть, ему в отношении к маме чего-то не хватает. И, соответственно, нужно подумать, чего ему не хватает. Вот. И после этого у него будет меньше мотивов, вам недостаточно полно уделять внимание. Вот. То есть, нужно разобраться с вашими чувствами, и, значит, ну, желательно разобраться с вашими чувствами. желательно, желательно, вот, понять, что вам нужно, да, и, с чего вы хотите, что вы хотите, для себя, опять же. Дальше, желательно, понять, что нужно мужчине, вот, все-таки. Что его напрягает, и почему его это напрягает, настолько, что он, вот, хочет, ну, писать вам меньше, да, уделять внимание вам меньше и проще. И тогда уже можно говорить о будущем, да, уже можно говорить о каких-то, ну, перспективах, да, вот, о перспективах ваших отношений. И только в этом случае есть шанс, что вы не разойдетесь, грубо говоря. Такая история, такой момент, это то, что я могу вам подсказать сейчас. А больше, к сожалению, не могу, потому что мало информации, достаточно о вас, да, вот, но то, что мужчина жил с первой женой, ну, был, был, был с первой женой, и то, что он, будучи с первой женой, жил с ней без любви. А, на мой взгляд, это, конечно, характеризует его в некоторой степени как сомнительного персонажа, сомнительный выбор для серьезных отношений. Вот. Такая вот история. Такой вот момент. Это то, что я могу вам сказать. Дальше. Вы спрашиваете, как себя вести, чтобы что? Но, цель какая. Вы говорите, что когда мы притирались, я его бросал каждый день. Снова вопрос. Почему? Так. Так. Почему вы бросали его каждый день? Какие, собственно, сложности были здесь? Вот. В чем были сложности? Как, как вообще стало возможно то, что вы притирались? Как вы говорите? Вот. То есть это вот все нужно разбирать, как то, для чего вам семья нужна. Вот. Вот так. Такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что вам это было полезно. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.